Всем привет! Вы на канале BataNIT и с вами Саня. В этом видео я покажу еще один downgrade PlayStation 4. На этот раз это будет TestKit консоль. В мире существует три вида консоли PS4. Retail приставки, которые вы можете купить в магазине и еще две, доступные только разработчикам. Первая и самая простая – TestKit консоль. Обычно внешне ничем не отличается от Retail версии, да и по железу, если есть отличия, то минимальные. И вторая – это DevKit. Она отличается по железу, имеет множество уникальных разъемов, а также имеет расширенные функции отладки. Прошивки для всех этих консолей также разные. У одного из зрителей есть в наличии TestKit консоль и он согласился показать, как на ней происходит откат прошивки. Я сам давно хотел посмотреть этот процесс и заранее хочу извиниться за качество видео. Я всячески кадрировал и стабилизировал картинку, поэтому могут быть баги и склейки. Не обращайте внимания. В общем, начинаем! Всем привет! Хочу представить вам уникальную игровую приставку PS4 TestKit. Именно ее, так сказать, уникальность заключается в том, что можно откатить прошивку. Даунгрейдить, так сказать. Чем мы с вами сейчас займемся? Для начала нужно скачивать необходимую прошивку. Перед нами сайт, на котором можно найти прошивки для всех трех видов консолей. Первый и третий столбик — это прошивки для обычных консолей. Просто в первом столбике — обновления, а в третьем — полные прошивки, которые нужны, когда вы переустанавливаете прошивку с нуля. Для консоли зрителя необходим второй столбик — TestKit прошивки. В самом низу можно найти недавно слитую прошивку 8.0 для TestKit консолей. Вот она. Новее в сети пока нет. Далее зритель скачал ее, поместил по всем знакомому нам пути и вставил флешку в консоль. Осталось посмотреть версию ПО. Не стоит удивляться такому количеству цифр. По сути ритейл прошивки тоже имеет такой же номер, но для удобства у нас отображается только первые три цифры. Тут же видно полное обозначение. Переходим в обновление системы и выбираем обновление с носителей информации. И видим вот такое системное сообщение. Оно полностью отличается от того, что мы можем увидеть на обычных приставках. Чтобы напомнить, как это выглядит на обычных консолях, сейчас показываю вам вставку из ролика, где я обновлял свою приставку. Разница очевидна. Так как зритель решил обновляться через рекавери меню, то нам для начала нужно полностью выключить приставку. Нажимаем на кнопку включения приставки до второго писка. Есть. В безопасном режиме контроллер работает только по проводу. Нас интересует третий пункт. Обновляем системное программное обеспечение через USB. Обратите внимание, нас просят вставить накопитель с прошивкой 505 или выше. На обычных ритейл приставках пишет абсолютно то же самое. И как вы видите, тут тоже не отображаются дополнительные цифры в номере прошивки. Ждем некоторое время и видим, что найдена прошивка 80. Хотя на деле ее номер выглядит вот так. Соглашаемся на обновление. В целом все происходит точно так же, как и на обычных приставках. Если я бы не знал, что это тест-кит, то подумал бы, что идет обновление розничной PS4 из магазина. Приставка автоматически перезагружается и сейчас начнется обновление. Кстати, у меня было 6 роликов про обновление, в том числе и через безопасный режим. Ссылку на него я оставлю в описании. Идет окончание установки. Полное время обновления составило 4 минуты 50 секунд. Это соответствует времени обновления на обычных ритейл консолях. Все то же самое. А вот и небольшое отличие. На ритейл приставках тут классическое предупреждение на русском языке, а на тест-ките вот такая надпись уже на английском языке. Далее заходим в систему. И тут второе отличие. Нет сообщения слева в углу, где пишут, что обновление успешно установлено. Тест-кит информации я заблюрил, но там уже можно видеть, что стоит 8.0. Добаг настройки на этой консоли доступен без хэна. Осталось посмотреть версию ПО. Система. Информация ситармейна. Успешно обновили приставку на 8.0.0, так сказать. Хочу поэкспериментировать. В твиттере Evolve Game Hack выложил хост, тестирующий вот данную прошивку 8.0.0, 9.0.0. Насколько я понимаю, это не полноценный эксплойт. Но давайте проверим, что же будет. После апгрейда зритель решил протестировать вебхит эксплойт на прошивку 8.0 и 9.0. Но постоянно получалось синтаксическую ошибку. Строка не соответствует ожидаемому шаблону. На самом деле не совсем понимает, чего он ожидал, так как Сверс Гови уже сказал, что его вебхит работает только на 9.0. Но сам факт активации взлома на тест-ките достаточно забавен. И кстати, об играх и взломе. Тут есть интересный момент. Так как сами по себе игры не запускаются, выдает ошибку. На самом деле зритель оговорился. Не вебхит эксплойт, а полноценный хэн, в который входит связка из вебхит и кернов эксплойта. И ключ скорее всего ничего не даст, так как для запуска фейк-пкг приложений нужно пропатчить ядро на лицензионный ключ, состоящий из нулей. А без хэна приложения все равно будут требовать подпись, несмотря на то, что это тест-кит. То же самое вы могли видеть на гибридной прошивке 7.55. Там, как и здесь, можно установить только лицензионные патчи. А вот все остальное выдает ошибку. Тут то же самое. И переходим к даунгрейду. Далее зритель скинул на флешку тест-кит обновления прошивки 5.05. И далее вставил флешку в консоль. Те же манипуляции, что и при обновлении на 8.0. Вот еще одна особенность. При выборе обновления через интернет выдает вот такое сообщение. В теории можно положить прошивку на собственный сервер, прописать ссылку на него в дебаг настройках и спокойно ставить нужную версию ПО. Удобно сделали. Все для разработчиков. Но мы выбираем обновить с накопителя USB. Видим, что обновление присутствует. Значит мы все сделали верно. Ну все. Теперь выключаем консоль, чтобы попасть в безопасный режим. Мы вернулись в безопасный режим. Обновить программное переключение через USB. На этот раз нас спросят ставить флешку с обновлением 8.0 или выше. На обычных консолях это конец. Если скинуть на флешку прошивку ниже требуемой, то консоль просто его не увидит. Напишет, что ничего не найдено. Но на тест-ките происходит магия. PS4 находит обновление 5.05. Я точно не знаю, в чем тут дело. В файле прошивки или в самой концу отключена проверка. Но такое возможно только на тест-ките. Ну и конечно же еще и на дев-ките. Хочу подчеркнуть, что это официальная возможность, которую предусмотрел производитель. То есть это не лазейка или взлом, а просто стандартная возможность тест-кита. Кстати, откатываться можно на любую прошивку. Он мог поставить 6.72, потом обновить на 7.55 и вернуться на 5.05. Возможен совершенно любой порядок. Ну а тем временем доунгрейд уже закончился. Есть. Теперь проверяем, какая у нас прошивочка. Необычное чувство. Как-то это было слишком просто. 5.05. Вот такая вот уникальная возможность. Имеет данная консоль. Ну и здесь уже WebKit Exploit работает. Данная страница нам больше не нужна, потому что на 5.05 доступны взлом ядра и WebKit. И не важно, что это тест-кит. И тут зритель сделал некоторый бонус для нас. А именно зашел в руководство пользователя и нажал на кнопочку Hand. Стабильность активации налицо. Мое почтение. Все работает, как и на ретейл-консолях. Всем спасибо за просмотр. Огромное спасибо. Также хочу выразить Александру каналу BotanIT. Подписывайтесь на его канал. Там очень много интересного контента, интересного видео и гайдов. Всем хорошего дня. Сразу хотел бы пояснить, что отличия в активации хэна все-таки есть. На прошивке 6.72 и выше хэн практически не активируется. Приходится сидеть часами. И такое происходит даже после полной инициализации. Да и с лицензией тоже не все гладко. В общем, консоль с одной стороны крутая, а с другой как бы и неудобная. Понимаю, что чего-то грандиозного мы не увидели. Но понаблюдать за этим лично мне было интересно. Также спасибо Форварду за донат. Всегда надо помочь. И отдельное спасибо подписчикам на Патреоне. И конечно же спасибо зрителю за то, что он потратил время и снял для нас этот контент. Ну а если у вас завалялась Девкит консоль, то буду рад увидеть откат и с этой версией. Ну и какие-нибудь еще уникальные возможности. Для этого вы всегда можете написать в мой инстаграм. Там я отвечаю на сообщения. Ссылки на донаты и Патреон вы найдете в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания.